всем приветики это видео про чехол от сяоми стандартно с сяоми редми но вот 5 идет вот такой вот чехол силиконовый вот он как бы так одевается и он идеально на него ложится как вот и предназначен для него но проблема в том что мне почему не нравится то что он сильно тонкий как бы сильно тонкий и неудобно то что как бы в этом чехле он во первых сильно тонкий и как бы он практически никакой защиты не дает ну то есть от царапин то есть если взять его положить на стол то конечно же и он будет если будет ездить вдруг то он будет защищен от царапин но если он вдруг упадет то это не даст ему защиты как бы да и плюс вот например камера если лежит на столе вот телефон допустим то как бы это получается что камера она практически not она вот выпирает он на ней получается как вот она прямо торчит он будет лежать и так вот прямо на камере получается тоже неудобно и маленький ну и в общем мне он не нравится слишком ну и пластик этот слишком тонкий поэтому я себе купил они пластика силикон слишком тонкий он особо его не защищает поэтому я купил себе другой чехол вот отложим этот купил себе другой чехол вот такой вот тут вот и силикон потолще но вот если сравнивать Здесь он прямо такой вот Вот он такой мягкий, тонкий Вот он по толщине, если взять, вот посмотреть Он вообще тонкий Как листик какой-то Просто согнутый такой Вот мои заглушки уже отлетели С телефона А здесь он как бы немножко Уже потолще, как бы посерьезнее И он потверже, он не так мягко Согинается, как этот или этот Согинается, есть такой или этот Так вот тяжело гнется И в плане защиты он хорошо Хорошо справляется Ну если вот он упадет, ну понятно, что Он отцарапин защищает, но он еще От падения хорошо будет защищает То есть если вот он упадет В том, чтобы здесь пластик потолще А он самортизирует, да где еще вот эти вот Накладки Вот эти вот Тоже его защитят Ну то есть здесь даже есть такое место Ну то есть как бы углубление Вот оно такое И когда Вот если даже нажать Оно слегка нажимается Ну то есть там пустота То есть если оно упадет, допустим Вот так вот То Вот эта пустота Она как раз таки нажмется Самортизирует И ничего не будет телефона И сзади то же самое Если упадет Ну здесь уже не пустота Но все равно Оно ударит по накладке Удар придется на накладку Потом на силикон И только потом на телефон Ну то есть оно вдвойне самортизирует и только потом придет к телефону. У меня это телефон, я не знаю, уже раз в три или четыре упал. И помимо того, что у меня такой вот чехол, более прочный и сильный, у меня еще стекло 5D стоит, тоже толстое, где-то миллиметр толщиной. У меня он как-то по-разному падал, с расстояния, может, метр, полтора метра. У меня даже со стола он падал и с рук падал, то есть с рук где-то полтора метра. Я держал его в руках, можно даже чуть выше. И вот он упал так вот на угол и вообще грохнулся. И я открыл потом и вот там, я не знаю, видно, не видно, краешек скол получился. То есть стекло поломалось, защитное, но само стекло телефона целое. То есть если поднять стекло защитное, я под ним смотрел, стекло телефона целое, и сам телефон целый, ни царапины, ни трещины, ничего. Но если бы упало в этом чехле, в этом, я думаю, что все, он бы уже либо треснул бы, либо реальное стекло бы треснуло. Потому что, ну что это? Ну вот что это такое? Это просто вот, как бы, она и тонкая такое, вообще ничем не защищает, никак. Я не знаю. Но этот чехол, стандартный, который идет в комплекте, просто отцрапен. То есть если вы настолько аккуратны, что у вас телефон никогда не падает, то можете просто надеть этот чехол, все, и ложа на стол, еще на какие-то поверхности, он у вас не поцарапает, телефон. Но если вы такой же, как я, что часто можете себя вранить телефон, то вам нужен чехол посерьезнее. То есть что-то типа такого, который полностью закрывает его со всех сторон. Плюс здесь еще камера, вот не так, как там выпирает, что вот он должен, на чехле видно, что вот он торчит. Если ложишь на стол, то получается верхняя часть она на камере лежит и выпирает немножко. А здесь она углубляется, если она лежит. Она все как бы идеально ровная. Она просто лежит на чехле, а не на камере. То есть она не будет так торчать. И она все углублена туда, и камера, и сканер отпечатков пальцев. И вообще он такой весь защищенный, как бы. Ну удобно. Здесь все так продумано, как бы. И здесь даже есть для визитки. Ну либо можно всегда деньги засунуть. У меня как-то симки, здесь две симки, я одну достал, куда я одевать. Туда засунула, она никуда оттуда не денется. Туда поглубже, она там застряла, я еще потом поели достать, можно было ее. А так бы, она маленькая такая, наносим, могла бы потеряться. А так, плюс защищает, как бы удобно. Плюс еще, у меня вот эти две заглушки туда вставляются, и вообще идеально. Вот, так что, это очень удобно. То, что есть такой чехольчик, плюс, здесь еще такая штука, есть, что, типа, вот так ставишь, и можешь фильмы смотреть. То есть, ты сидишь такой, решил раз посмотреть фильм, и поставил так боком, таким вот образом, и оно стоит. то есть, здесь специально такая есть, ай, как бы, здесь даже специально такая есть, как это назвать, углубление, для того, чтобы можно было согинать чехол, и ставить, как на подставку. Вот так вот ставишь, и сидишь, смотришь фильмы. То есть, ну, максимально удобно. Во-первых, силикон толще, защищает лучше, чем стандартный, плюс, накладки две сверху, которые защищают его со всех сторон. Помимо того, что экран защищен стеклом, так еще он и накладкой защищен. Плюс, можно его использовать как-нибудь и так, и кармашек этот есть. Да вообще, как бы, не знаю, супер, по-моему, класс. Намного лучше этот чехол, чем этот. Я вот в телефонах всегда использую такой вот именно чехол. Даже вот, даже вот в моем, как бы, этом, в предыдущем телефоне Samsung, тоже вот использовал я такой чехол. Сейчас он без чехла, я его снял, ну, просто на время пока снимаю, в чехле просто неудобно. А так, он в таком чехле, тоже силикон, и тоже такая вот накладка. То есть, как бы, такой, флип кейс называется, этот чехол. Что этот? Что этот? Просто это такой, как бы, раскладушкой, а этот более такой, книжкой. Я всегда такие чехлы использую. И вот мой Samsung, который в этом чехле лежит, лежит, ну, лежал, вернее, так он сейчас снимает. Он, я не знаю, раз сто у меня падало, я даже помню, на велике ехал, и он у меня с рук на велике на ходу об асфальт упал в этом чехле. Я открыл, и на нем ни на телефоне, ни на экране ни царапины. Хотя он, я ехал, так вот, говорил, у меня он упал, как-то так вот, и тоже ничего. Ну, кстати, да, на нем у меня тоже защитное стекло. Я всегда так ставлю защитное стекло и такой чехол, потому что я часто роняю, и именно вот такие чехлы для меня спасения благодаря им. То, что я роняю, не убивает мой телефон. Мой Samsung у меня уже реально раз сто упал, наверное, и до сих пор он целый, то есть в этих чехлах есть смысл, если вы часто роняете телефон. Вот, как-то так он выглядит. Вот. Ну, вот, на этом все. Это все, что я хотел сказать. Всем пока.